Здравствуйте, друзья. В эфире канал Ньюашвот, и с вами я, Юрий Геменхов. Начиная с вчерашнего дня, очень многие мои подписчики и комментаторы просили прокомментировать заявление Соловьева, который назвал детьми коррупционеров тех, кто выходил на митинг по всей стране. Но вот в частности пользователи Мистериус, Наташа Штефан, Саида Огромова и так далее, они просили сказать на эту тему пару слов. Ну, очень многие топовые блогеры уже прокомментировали это и заклеймили Соловьева позор. В данной ситуации я этого делать не буду. Ну, дело вот в чем. Сказать лучше, чем это сказал Кира Ярмыш на канале Алексея Навального, лучше, чем Камикадзе Ди, лучше, чем на канале Реальная журналистика, прокомментировать откровенные ляпы господина Соловьева, ну, вряд ли это возможно. Тем более, там все очевидно, и вы все это прекрасно знаете. Однако, мне хотелось бы подчеркнуть один важный момент. Дело в том, что в своем очень эмоциональном выступлении на радио, Владимир Рудольфович Соловьев совершил две стратегические ошибки. Причем, я не побоюсь этого слова, фатальные ошибки. Давайте рассмотрим, о чем идет речь. Ну, во-первых, те, кто видел это выступление, а в Ютубе оно доступно, все его видели, все с ним знакомились, обратили внимание на площадную брань, с которой господин Соловьев обрушился на сторонников Алексея Навального. Причем, если вот выбросить эту брань и взять сухой остаток, то, а, собственно говоря, что останется? Ничего. Так вот, дело-то все в том, что вот именно эта брань и была ошибкой. Понимаете, в чем дело, друзья мои? Я понимаю, что в России, ну так сложилось, это мы не хорошие, мы не плохие, мы такие. Всегда идет подражание первому лицу. Во времена Сталина носили полувоенные френчи, во времена Хрущева был в моде полуукраинский суржик, во времена Брежнева было принято жевать слова, во времена Ельцина пили водку и играли в теннис, а во времена Владимира Владимировича ботают по фене. И это является своеобразным знаком личной лояльности первому лицу. Так вот, не в этом дело. Все хорошо в меру. И только в меру. Есть такая немецкая пословица «Вас исцу, да с истыбрих». Простите за мой прононс, но в переводе это означает «все, что слишком, то лишнее». Так вот, дело в том, что вот этой площадной бранью в избытке Владимир Рудольфович Соловьев показал свою ненужность. Ну, сами посудите. Ну, вот посадить на его место, вместо высокооплачиваемого Владимира Рудольфовича Соловьева, посадить какой-нибудь бомжа, который за бутылку водки в эфир, за эфир виноват, будет такие пассажи выдавать, что Владимир Рудольфович Соловьев будет выглядеть просто жалким лузером и неудачником. И просто невеждой великого и могучего русского языка. Понимаете, в чем дело? Ведь любой бомж, любой алкоголик, он владеет подобными вещами профессионально. И гораздо витиеватее излагал. Поэтому, на мой взгляд, вот если резюмировать сказанное, то первая ошибка Владимира Рудольфовича в том, что я сильно сомневаюсь, что его работодатели захотят тратить такое безумное количество денег, которое платят Владимиру Рудольфовичу, что ему даже на велу на озере Кома хватило, а не где-нибудь в Мухадрючинске, что сэкономить-то на этом можно. Зачем платить больше, если можно заплатить меньше? Так что Владимир Рудольфович очень рисковал. И вторая стратегическая ошибка, она посерьезнее. Владимир Рудольфович сказал, что все, кто обладает мобильными телефонами, ну, скажем, вот такие, это дети-коррупционеры. Но понимаете, друзья мои, тут я хотел бы это рассмотреть с двух точек зрения. Во-первых, ну вот вам простой пример. Зажигалка. Самая обычная зажигалка. Скажите мне, пожалуйста, вот по-честному, вот на основании того, что... А это моя зажигалка. что вот мне принадлежит эта вещь. Вот как вы считаете? Можно ли на основании этого судить, что я крутой? Ну, очевидно, нет. Она в любом супермаркете продается, в любом киоске. Купить можно без проблем за три копейки. Но еще приблизительно тридцать лет назад, то есть мизерный срок обладания вот такой вот вещью меня, так сказать, причислило бы к разряду крутых и мажоров. Да что там далеко ходить? Вот это вот футболка или джинсы. Они, джинсы, вообще в советские времена стоили месячную зарплату высокооплачиваемого специалиста. Я это к чему веду? Меняются времена. Еще 15 лет назад сотовый телефон действительно был признаком мажоров или крутых. Но сейчас это атрибут такой же как зажигалка, как авторучка, как ну самый обычный предмет. Это не признак крутизны. И понимаете, что отсюда следует? Дело в том, что вот вы вдумайтесь в то, что сказал Владимир Рудольфович. Они дети коррупционеров, но на невербальном уровне, как бы это было понято, потому что у них есть мобильные телефоны, гаджеты. Но вот так устроен человеческий мост, что это вот подобный посыл, он был направлен на то, чтобы вызвать у людей зависть. А вот зависти-то нет. Есть ориентация на самого себя, и люди будут думать, позвольте, вот у меня тоже есть мобильный телефон, так я что, тоже что ли коррупционер? Я напомню вам, друзья мои, что Борис Николаевич Ельцин в свое время, когда вступил в противостояние с Михаилом Горбачевым, он уповал на отмену привилегий и сыграл на реальном чувстве зависти. действительно, тогда партийные функционеры не имели то, о чем простолюдин не мог даже мечтать. Я не говорю еще раз, повторяю, это не хорошо и не плохо. Мы такие, мы люди, и зависть нам присуща. И Борис Ельцин тогда хорошо сыграл на этой зависти. Алексей Навальный в своей борьбе против коррупции, я сейчас достаточно цинично излагаю и прошу меня извинить за это, он тоже играет на банальной зависти. правильно, вот эти вот все чиновники, друзья Путина по кооперативу Озеро, их дети, внуки, Шурины, Девери, они тоже имеют это не потому, что они такие умные, не потому, что они такие крутые или трудолюбивые, а потому, что они чьи-то родственники или друзья, и поэтому они все это имеют. И Навальный действительно играет вот на банальной зависти. Ну, как политик, он прав, по большому счету. И Соловьев, он попытался сыграть вот на такой же зависти. А, минуточку, а какая зависть. Скажите, ну вот давайте, мы с вами трезвомыслящие люди, вы вот сейчас, вот еще раз я вам покажу. Вот у меня мобильный телефон. Вы мне завидуете? Я сильно сомневаюсь. У вас наверняка большинство из вас имеют телефоны куда покруче. что далеко за примером ходить? Вот вы сейчас смотрите этот ролик. У вас у каждого в доме есть компьютер. И что, это так сложно купить? Ну, хорошо. Причем, понимаете, в чем дело? Я ведь могу подобные примеры приводить очень долго. Суть в том, что вот сама ошибка Соловьева в том, что он пытался возбудить зависть, а возбудил злобу к самому себе и Кремлю. То есть любой человек и поймите, так мозг работает человек, это не мы плохие или мы хорошие, это не Соловьев плохой или хороший, но мозги наши так устроены, что любой человек нормальный, образованный, необразованный, но он будет думать, а у меня-то это тоже есть? Завидовать-то чему? И в этом плане я вот почему это все веду? Вот суть второй стратегической ошибки Владимира Рудольфовича состояла именно в том, что пытаясь возбудить ненависть к сторонникам Навального, он возбудил злобу к Кремлю, к тем, против которых протестовала оппозиция. так что, друзья мои, мои соболезнования Владимиру Рудольфовичу, видимо, ему придется в ближайшее время искать новую работу. Ну, бывает. Что поделаешь. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на канал Нешал.